Глава округа Андрей Булгаков продолжает практику проведения совещаний в формате выездной администрации. На этот раз посетили Медвежки, деревню Медвежьи Озера и поселок Новый Городок. В поселке прошла встреча с инициативной группой по вопросу строительства школы на 550 мест. После заселения новых многоэтажек мощности Медвежьи Озерской школы, даже с учетом нового второго корпуса, категорически не хватает. Строительство было запланировано еще три года назад. Место определено, поле напротив детского садика. Из-за пандемии начало работ перенесли на 2025 год, но власти округа твердо намерены этот срок приблизить. Затянулось получение госэкспертизы проекта, но Андрей Булгаков заверил, что до конца августа экспертное заключение получат. После этого будет возможно дальнейшее движение по школе в Новом Городке. Срок реализации 22-23. Вот эту задачу с проектом по консессионным соглашениям строительства школ, без него, по госпрограмме, он у меня и остается. Еще весной жителям Медвежьих озер был обещан скейт-парк. В эти дни юные спортсмены смотрят выступления скейтбордистов на Олимпиаде в Токио и мечтают достичь таких же успехов. На днях строительство началось. Площадка выбрана напротив зала для единоборств. Он будет расположен на площади 445 метров квадратных. Сама площадь бетонного покрытия в районе 400 метров. Здесь у нас будет парковка. Дальше у нас будет вот так расположен парк с элементами для скейтбордистов и роликов, и ПМХ. Здесь для начальной подготовки, так сказать, будет достаточное количество элементов. Здесь будет небольшое благоустройство пешеходное, так сказать, тротуар выстроен, чтобы можно было попасть на скейт-парк. Спортивный объект по плану должен быть построен до конца августа. В ходе совещания приняли просьбу жителей установить скамейки. Возможно, будущие чемпионы появятся в медвежках и среди юных боксеров. Андрей Булгаков с коллегами заглянул в спортклуб и пообщался с ребятами и тренерами. В ходе беседы выяснилось, что для новых побед необходимо обновить некоторое оборудование, а еще приобрести выносной ринг, который пока приходится брать в аренду. Глава пообещал помочь. На улицах Радужная и Садовая в Медвежьих озерах этим летом обновили асфальтовое покрытие. Дорога, в частности, проходит мимо ГСК «Красный луч». Автомобилисты ее давно ждали. В ходе беседы с главой дополнительно попросили установить лежачий полицейский. За дорогу спасибо большое, конечно. Давно ждали? Давно. Ну, мы за счет кооператива ее всегда делали. Латали там, да? Пенсионные, да, что там, пенсионеры. Где крошечки, где чего там купим подешевле. Еще выезд. 20 лет ее вот латали, латали. Очень актуальная проблема в Медвежках – постоянные подтопления территории в конце улицы Юбилейной, около нового корпуса школы. Здесь не работает ливневка. И вот работы стартовали. Подрядчик вместе с управлением дорог и территориальным подразделением вышли, обследовали всю трассу. Со вторника ведутся откачка из ливневых колодцев и промывка уже два дня. На сегодняшний день промыто две трети трассы. Идет, кроме этого, обследование диаметров труб колодцев для того, чтобы понимать, почему вода стоит. В контракте предусмотрено два ливневых колодца, которые будут организованы вот здесь, около школы. Это самая беда у нас у школы. И они будут врезаться в центральную ливневую канализацию. Работы по ремонту ливневки продлятся ориентировочно до конца августа. Работы по ремонту ливневки продлятся ориентировочно до конца августа.